Друзья, всем привет! Всем доброго дня! Я сегодня хочу вам показать свой заказ Avon. Это у меня был первый заказ, так как очень идет интересная акция, по которой нужно сделать заказ. Первый заказ по четвертому каталогу на 3,5 тысячи, потом сделать второй заказ в этом же каталоге на 1200, и вы получите шикарный подарок. Поэтому в этот раз пришлось делить заказы. Но, в принципе, мне особого труда этого не стоило, потому что у меня часть заказов пришла сразу, и потом уже заказы добирались. И сейчас уже набралась как раз-таки сумма на второй заказ, который нужно сделать для того, чтобы получить подарочек. Сегодня я вам предлагаю прям распаковать все, что у меня есть в коробочке. Коробочка небольшая, но очень интересная, и не буду вам показывать по одному средству. Просто давайте прям вместе будем с вами распаковывать, рассматривать все, что здесь лежит. Передначально давайте я вам покажу пакетики. Заказала я в этот раз только пакетики вот такого формата, самые маленькие, потому что именно они у меня кончились. Среднего пакета, среднего формата пакета у меня еще пока в наличии. Если я их не заказывала. Очень универсальные пакетики. Если небольшие заказы, я, конечно же, их с удовольствием использую. Да вообще, в принципе, иногда они даже как бы пригождаются еще для собственных нужд. Так, смотрим дальше. Дальше идет очень интересная брошюрка. Она называется «Твой лучший день. Скажи ему да». Она посвящена свадьбе. Насколько я поняла, лучшее предложение для свадьбы и любого дня, который ты хочешь делать особенным. Данная брошюра действует с 1 мая по 31 мая. Очень интересная брошюра. Здесь очень много интересных скидочек. Я думаю, что если я буду делать обзор на сам каталог уже майский, то мы обязательно его рассмотрим, потому что здесь есть на что посмотреть. Даже вот первые странички, которые вот здесь есть. Компактная пудра. Это 349 рублей от линейки «Дистиллери». Это очень, по-моему, хорошее предложение. Плюс еще парфюмы по 99 рублей, 10-миллилитровые. В общем, продуктов и предложений здесь очень много. Они все очень интересные. И нужно их, конечно же, рассматривать уже просто в отдельном видео. Это видео мы с вами затягивать не будем. И дальше давайте посмотрим. Здесь у меня вот такая упаковка каталогов. Здесь 5 штук. Эту упаковочку я сразу заказала. Заказала, наверное, сразу на всех клиентов. Но во втором заказе уже не буду делать заказ на каталоги. Стараюсь заказывать каталоги в достаточном количестве, потому что и себя ловлю на мысли, и понимаю, что все мои клиенты, знакомые все-таки любят больше, любят листать именно вот такой живой книжный каталог, а не онлайн-каталог. Да, наверное, кто-то из вас скажет, что это неправильно, что мы не бережем свои ресурсы, мы не бережем природу, когда все это печатается, загрязняется. Но, не знаю, пока ничего не могу с этим сделать. Мне самое приятнее, мне самое удобнее, и комфортнее смотреть именно вот такой живой каталог, а не онлайн-каталог. Поэтому каталоги у моих заказов всегда. Ну и давайте приступим уже рассматривать сами продукты. Первое, что мне попадается, это такое средство от Simply Delicate. Это средство для женской интимной гигиены с экстрактом ромашки. Здесь 300 мл. Очень большое средство, оно очень экономное. И к данным средствам никогда никаких нареканий ни от меня, ни от моих клиентов, моих подруг никогда не было. Оно действительно очень деликатное, оно очень бережно очищает, не вызывает никаких раздражений. И очень часто, пусть и не каждый заказ, но очень часто в моих заказах оно появляется. Идем с вами дальше. Следующий продукт очень сильно отсвечивает, как бы вот так вам показать. Давайте буду держать так, чтобы не отсвечивал. Это NU очищение и сияние. Это маска-пленка для лица. Насколько я помню, это золотая маска-пленка для лица. Здесь объемчик, так, давайте найдем 75 мл. Очень хороший объемчик для масочки. Открывать, конечно же, я не буду, потому что все заслудировано, все запаковано. Но линейка NU считается премиальной линейкой у Avon. И я сама ей, честно говоря, отдаю предпочтение и очень рада, когда у меня ее заказывают. Я понимаю, что продукты действительно очень хорошего качества. Они стоят своей цены. Да, они чуть дороже, чем другие линейки. Но я все-таки считаю, что данная цена оправдана и данное качество соответствует заявленному. Следующий продукт у меня будет из линейки Planeta Spa. Очень тоже известная и любимая, наверное, моими клиентами линейка. Я сама ее тоже очень люблю. Не конкретно данные средства, а вообще линейку Planeta Spa очень-очень люблю. И в данном случае у меня тонизирующий скраб для тела с экстрактом белого чая сияния Востока. Здесь тоже 75 мл. Очень хорошее средство. И тут еще есть одно средство, тоже из этой линейки. Давайте сразу его тоже рассмотрим. Это у меня тонизирующая маска для лица с экстрактом белого чая сияния Востока. Тоже 75 мл. И вот эти два средства шли по очень шикарной цене. По 99 рублей каждый. Конечно же, невозможно было пройти мимо и не прошли мимо. Как вы видите, у меня его заказали. Вот такие два братца. Следующее, что у меня здесь попадается, это уже парфюмерная водичка Incandescence Enjoy. Здесь объемчик 50 мл. Даже смотреть, можно было не смотреть. Я это и так прекрасно знаю. Тоже все запаковано. Не могу вам даже флакончик показать. Но знаю, что парфюмчик очень интересный. Я сама приверженец, наверное, классическую Incandescence. Но, наверное, мне надо попробовать все-таки Enjoy. На какой-то парфюмерной страничке я его пыталась послушать. И довольно неплохой аромат. Не скажу, что, наверное, на 100% я его поняла. Мне, наверное, хочется все-таки, может быть, миниатюру купить. Либо какой-то именно тестер купить. Я думаю, он мне должен понравиться. По крайней мере, именно подобные ароматы, восточно-цветочные, мне очень нравятся. Надеюсь, что аромат будет мой. У меня заказали. Это не моя покупочка. Но я тоже к этому ароматику присматриваюсь. И хочу сказать, что данное средство – это парфюмированная водичка. И она очень-очень стойкая. Она держится порядка 4-6 часов. Это очень хорошая стойкость. И если учесть, по каким скидкам продаются данные продукты, данные парфюмчики, то это очень-очень выгодная покупка. Так, следующий продукт, который мне здесь попадается, это у меня, насколько я помню, должно быть тональное средство в оттеночке Ivory. Давайте аккуратненько вскроем упаковочку. И посмотрим. Да, совершенно верно. Вот такая тоналочка. Ну, здесь не могу даже сводч сделать, не могу протестировать. Продукт не мой. У меня его заказали, поэтому вот могу только вам именно в упаковке показать оттенок. Надеюсь, что камера максимально, по крайней мере, ну, практически. Он такой больше, мне кажется, с розовым подтоном. Вот я сейчас его реально вижу. На камере же он идет с таким натуральным подтоном. Да, я не вижу ни желтизны, ни какой-то розовизны именно по камере. Но немножко в розовый все-таки он уходит. Ну, у него и оттенок Ivory – это, по-моему, самый-самый светлый, который есть у данной линейки. Так, давайте смотреть дальше. Дальше у меня есть два лака. Первый из них – это Pro Color. Давайте посмотрим второй. Нет, второй все-таки другой. Pro Color in 60 секунд. То есть это цвет, который высыхает за 60 секунд. Цвет называется Harid Lilac. Давайте его аккуратненько вскроем и посмотрим, что за оттенок. У меня его заказали. Я лаками обычными не пользуюсь. У меня гель-лаки только. Очень такой нюдовый, прям действительно очень нюдовый. Опять-таки, немножко более серым делает его камера. По факту он более, чуть-чуть более розовый. Но очень приятный оттенок. Я думаю, он будет практически незаметным на ноготках. Мне почему-то кажется, что он прям будет практически как натуральный цвет ноготков смотреться. И давайте рассмотрим сразу второй лак. Это уже Gelshine, то есть гелевое покрытие. Цвет называется Red is Red. Красный – это красный, да, переводится. Так, аккуратненько вскрываем. Ох, вот этот цвет, вот эта красота. Прям, вот вы знаете, он настолько прям потрясно яркий, что даже вот дух захватывает. Очень-очень красивый оттеночек. Очень классный. Так, идем с вами дальше. Дальше у меня здесь есть кисть. Кисть, по-моему, для пудры, насколько я помню. Ну, здесь очень неудобно, наверное, будет вам посмотреть. Здесь все запаковано. Скрыть, конечно же, я не могу, так как продукт не мой. Ну, и, наверное, рассмотреть мы с вами тоже не сможем. У меня подобная кисть есть. Для данной кисти, по-моему, насколько я помню, предназначена для румяной коррекции. Немножко такая скошенная кисть. И я ее с удовольствием сейчас пользуюсь, такой же подобной кистью. И вот у меня тоже ее заказали. Очень достойные кисти. Обратите, кстати, свое внимание. Если еще раз подумывали приобрести, не приобрести, то я вам очень советую. Мне очень данные кисти нравятся. У меня в наличии две. Одна для румяной коррекции и вторая уже для пудры. Дальше у меня здесь в наличии два вот таких карандашика. Давайте посмотрим. Первый карандаш это Brow Line Plus Light. Это AVEN Duo Pencil. Сейчас откроем, посмотрим. Оттеночек у него Light Brown. Не знаю, насколько камера сфокусирует. Вот Light Brown. И это вот такой карандашик. Это, по-моему, насколько я помню, недавняя новиночка у AVEN. С одной стороны, это карандаш для бровей, а с другой стороны, это очень светлый оттенок, который позволит вам скорректировать вашу бровку, если вы где-то что-то не так нанесли. Очень интересный продукт, на мой взгляд. Я, честно говоря, средствами для бровей вообще минимально просто пользуюсь, насколько это возможно. Но вот у меня частенько подобные средства заказывают. Не конкретно это, так как это новиночка. А вообще, в целом, средства для бровей заказывают. И они вполне достойны. Они очень нравятся моим клиентам и подругам. И второй продукт. И, оказывается, здесь еще есть один карандашик. Вот я сейчас заметила. Давайте посмотрим сначала этот. Это у нас гелевый карандаш в оттеночке Black Shimmer. Это, по-моему, кстати, я себе заказывала, насколько я помню. Давайте посмотрим другой, для того, чтобы я поняла, какой из них мой. Да, все, вспомнила, разобралась. Вот этот оттеночек Blackest Black у меня заказали. Это просто черный оттеночек. Давайте я не буду его вскрывать, чтобы не повредить. А вот этот оттенок, вот этот карандаш, гелевый карандаш, я уже заказала сама себе. И давайте посмотрим. Я его смело могу открыть. Так, давайте вскроем. Вот так обычным, в принципе, образом выглядит сам карандашик. Он гелевый. Давайте попробую его нанести. Ух, очень-очень мягкий, как вы видите. Я думаю, наверное, тонкой полосочке, совсем тонкой не получится. И у него, кстати, посмотрите, не знаю, насколько камера будет сейчас сфокусировать. Нет-нет-нет, вам видно. Посмотрите, у него есть блестки. Очень интересно. Здесь блестки видны, конечно же, тоже. Но не так уже заметно, не так ярко. Но все-таки есть очень интересный карандашик. Я его в какой-то супер-супер цене, по-моему, он стоил рублей 80 по какой-то скидочке, по какой-то акции я его урвала. И очень-очень довольна. Так, смотрим дальше. Дальше у меня здесь попадается вот такой парфюмчик. Это Инка де Санс. У меня его тоже заказали. Так, так, так. Давайте посмотрим. Вот такой парфюмчик. И он именно роликовый. Вот видите. Ну, вот я слышала, что как раз-таки роликовый аппликатор. Говорит о том, что там у него и сама водичка, видите, немножко все-таки другая. Это не та вода, которая вот обычно со спрейчиками протается. То есть в виде спрей совсем другая туалетная водичка. Здесь она более-более густая. Здесь в составе есть масла. И как раз-таки это говорит о том, что данный парфюмчик должен держаться дольше. Я вот себе тоже все планирую заказать. Хочу именно проэкспериментировать. Посмотреть, насколько более стойкой будет водичка именно с роликовым аппликатором. Ну и дальше у меня остались здесь три помадки. Давайте посмотрим. Одна из них помадка моя. Идет оттеночек Блаж Ньют. Это все, по-моему, помады последней новиночки, которые вышли. Увлажняющая кремовая губная помада Ультра в оттенке Блаж Ньют. Следующий продукт. Увлажняющая кремовая губная помада Ультра. То есть та же самая помадка уже в оттеночке Латте. И увлажняющая матовая губная помада Ультра в оттеночке Ньют Суэйд. Вот такие три помадки. Две из них у меня приобрели. Одна моя. Вот это Blush Nude помадка моя, поэтому здесь мы, к сожалению, только можем вот таким образом оттеночки посмотреть. Я не думаю, что здесь очень будет заметный какой оттенок, но, в принципе, вам, наверное, видно, что они практически идентичны, что они обе такие нюдовые. И давайте свою помадку я вскрою. Это Blush Nude. Так, давайте открою. И чтобы не повредить ногти, мне пришлось воспользоваться своими зубами. Вот так помадка выглядит. Это обычный футляр помады Avon. И, честно говоря, вот в этом плане, мне кажется, Avon проигрывает все-таки Faberlic, потому что у Faberlic очень интересные футлярчики. Продуманный очень сам футляр. Они разные у разных линеек. А здесь как-то все практически, мне кажется, одинаково. И вот если немножко постараться, немножко поменять, я думаю, что вполне можно будет составить конкуренцию Faberlic. Давайте посмотрим оттенок. Оттенок потрясающий. Очень красивый. Именно тот, который я хотела. Посмотрите. Давайте сделаем сводч сразу. Это что-то типа пыльной розы. Камера все-таки делает цвет более тусклым, наверное, мне кажется. Ну, вот так вот больше все-таки похоже. Очень красивый оттенок. Она такая шиммерная. Она, по-моему, по ощущениям должна еще очень хорошо увлажнять. Ну, в принципе, она и заявлена, конечно, как увлажняющая помада. Кремовая увлажняющая. Я думаю, что она будет идеально справляться с этой задачей. Оттенок очень красивый, очень шикарный. К любому макияжу она должна подойти. Ну, и здесь у меня... Давайте посмотрим, что осталось. Это у меня фокус. Это фокус у меня уже на май месяц. Дальше идет, скорее всего, распродажная брошюрка. Avon Outlet. Да, тоже майский. Надо будет потом обязательно рассмотреть и вам показать, что здесь есть интересненького. И, как вы видите, еще один каталог тоже майский. Ну что, вот такой небольшой, но очень интересный заказик у меня в этот раз получился. Напомню, что мне пришлось его разделить из-за очень интересного предложения по новинкам туалетных водичек. И данный заказ более чем на 3,5 тысячи, потому что это было обязательным условием для того, чтобы участвовать в той самой акции, про которую я вам говорила. Очень интересный продукт. Напомню, что я себе в этот раз заказала гелевый карандашик шикарного качества, как оказалось. И вон ту симпатичную помадку я тоже себе сказала. И она мне очень-очень понравилась и по текстуре, и по цвету. Надеюсь, что вам мое видео понравилось. Если так, то не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!